Алматы жители микрорайона просят подчинить им дорогу. Говорят, пять лет назад их отрезали от цивилизации. Местную улицу перекопали, чтобы заменить водопроводные трубы. Но ремонт закончился, даже не успев начаться. А люди остались и без воды, и без асфальта. Мало того, в нужный момент к ним даже не смогла приехать скорая помощь. Чиновники, конечно, просят подождать. Сколько именно узнала Хадия Кужахмед. Дороги нет, осталось одно направление. Жители целого массива в Алматы жалуются. Почти пять лет назад у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше двух километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось. Обещали восстановить до конца сентября 2020 года. Но так ничего не происходит. Все колодцы разломанные. Когда начинаются дожди, это огромный поток со всех гор собирается, льется по этой дороге, вымывая все больше и больше. То есть уже ни пешком, ни на машине здесь пройти невозможно. У Александры Бойко шестеро детей. По ее словам, зимой, когда идет снег, они даже не ходят в школу. Семейная машина не может выехать из дома. А почти год назад случилась трагедия. Многодетная мать потеряла дочь. Малышке стало плохо, но скорая помощь приехать не смогла. У меня зимой такой случай был, что меня выписали с роддома. Малышка совсем маленькая. У нее было воспаление легких, оказывается. И утром, когда мы проснулись, она уже практически не дышала. Мы вызвали скорую, но скорая не смогла просто подняться. Девочки не стало. Местная дорога действительно больше похожа на полосу препятствий. Сплошные выбоины и ямы. Ездить легковым автомобилем здесь почти невозможно. Свободно передвигаются только многотонные самосвалы. Впрочем, они разрушают дорогу, жалуются люди. Например, вот этот люк отлетел после наезда большегруза еще несколько лет назад. Чиновники объясняют, хотели как лучше. Ведь до этого здесь были бесхозные и старые трубы. Но когда решили установить новые, у компаний начались судебные разбирательства. Это и затянуло весь процесс. Сейчас суд закончился. Все работы остановились. Пока процесс суда шел, это все время, очень большое время заняло. Но логика такая. Если кто-то разрыл асфальт и землю и прокладывает свои инженерные сети, он обязан за собой все это убрать и привести в порядок по закону. За данный вопрос Алмацу, как завершат свои дела, они обязаны все обратно засыпать. Взять ситуацию на контроль обязались в местном Акимате. Говорят, как только закончат прокладку коммуникаций, они восстановят асфальт. Вот только надо подождать, как минимум год. В проектной организации были судебные разбирательства. Вот сейчас по проекту приняты все необходимые решения. Нам обещают передать проект до конца года. За зиму мы проведем конкурсные процедуры. По весне мы приступим к коммуникациям. К осени мы придем уже сюда с восстановлением асфальтного покрытия. Но жители таким ответом недовольны. Отсутствие дороги и так принесло им много бед. Поэтому люди требуют, чтобы укладывать асфальт начали уже сейчас, до наступления зимы. Хадия Кужахмед, Дидар Елеук, ИТК, Алматы.